Здравствуй, мой друг! Меня зовут Александр Кабанник. Я большую часть своей жизни заикался с 6 до 24 лет. И как ты видишь, сейчас я говорю очень хорошо, уверенно, с удовольствием. И в данной программе я расскажу тебе, как я это сделал. Я эту программу создал для тех людей, которые, в принципе, были в моей же ситуации. Для тех людей, которые чувствуют, что они какие-то больные, неполноценные, что у них есть какая-то боль, недовольство с собой из-за их речи, из-за заиканий, из-за страхов, связанных с ними. Также эта программа очень хорошо подойдет для тех людей, которые хотят реализовать себя в своей карьере, которые хотят как-то реализовывать свои какие-то навыки, возможности, может быть, выступать, может быть, вести какие-то презентации, ходить на собеседования, активно общаться с людьми, может быть, заниматься продажами и так далее. То есть, как бы реализовывать свои возможности, навыки, делиться своими идеями и влиять на других людей. Также эта программа очень хорошо подойдет для тех людей, которые хотят как-то построить свою личную жизнь. Я знаю, что очень многих людей, которые заикаются, опять же, из-за заиканий, из-за своих страхов, с этим есть сложности. У меня тоже с этим были определенные сложности. Я боялся подойти к девушкам, которые мне были симпатичны. Из-за заиканий я боялся, что мне откажут. Именно из-за того, что я заикаюсь, именно из-за того, что я вот так сильно боюсь и нервничаю. И, в принципе, эта программа подойдет для всех людей, которые недовольны собой, недовольны тем, что вот заикания, недовольны над этими ограничениями, которые есть. То есть, например, для тех людей, кто хочет научиться звонить по телефону, записывать голосовые, ходить в магазины, где нужно общаться с продавцами. Ну и такие простые обычные житейские вещи. Для тех людей эта программа очень сильно подойдет. Она покажет путь, которым я прошел сам. Уже в следующем видео мы с тобой поговорим про ошибки, про, в принципе, какие есть варианты решения данного вопроса. В нем мы как раз в следующем видео поговорим, какие, в принципе, есть методы, способы, методики, люди, кому можно обратиться, кому бы я рекомендовал, чем заниматься, и чем бы я не рекомендовал заниматься категорически, потому что эти вещи могут еще очень сильно навредить тебе, ухудшить твою речь очень сильно, если ты будешь делать вот эти вот вещи. Итак, давай я чуть-чуть немножко расскажу о себе. Я начал заикаться в 6 лет. После того, как испугался на вокзале, меня там чуть не забыла мама. Я стоял так, держался за сумку, и потом бац, смотрю, а мамы нет. Я испугался, это было у меня 6 лет, я был в чужом городе. И я думал, что я здесь один умру. С этих пор меня там возили по всяким бабушкам, знахарям, ну и вот это все началось. Но ничего это не помогало, и так было дальше, дальше, дальше. Дальше у меня начались как бы накапливаться комплексы где-то с класса 5-го, 6-го, 7-го. Дальше была ли вот сдача экзаменов, уже какие-то первые девушки. Все это было очень сильно болезненно. Бывало, когда я сдавал экзамены, где нужно было разговаривать, мама плакала за дверью, она это все слышала. И так, в принципе, было до 24 лет. Я работал на обычной работе, на хлебозаводе, там за какую-то вот маленькую зарплату. Хотя у меня было все-таки высшее образование, но я чувствовал, что я занимаюсь совсем не тем делом, которым заниматься должен. Что во мне, я чувствовал, есть какой-то потенциал, во мне есть какие-то таланты, возможности. Я, в принципе, умный парень. Но я чувствовал, что вот из-за заика, из-за своих страхов, я не могу реализоваться. Я вот работаю на работе, которую прям вот не люблю, ненавижу, но должен ей заниматься, потому что, ну, как бы вот из-за своих страхов, я не вижу других возможностей. Это меня так сильно, эта боль меня завела, и что я решил за этим заняться. И я нашел способ, решение. Через неделю я уже начал говорить намного лучше, через два месяца я уже говорил нормально. Через полгода я сделал, да, по-моему, через полгода, я сделал выступление уже на 600 человек, в котором я сделал признание, что я нашел свое дело жизни, что я избавился от заикания, я буду обучать других людей, показывать свой опыт, их вдохновлять, как это делается. Сейчас ставьте себе первые три действия, которые вы совершите по приезду домой. Можно? Да. Добрый день, меня зовут Александр Капанник, я, конечно, хотел очень сильно поблагодарить, особенно Павла Хочкина, потому что в основном все-таки он с нами сегодня работал, и я для себя сделал большое открытие, что я, по-моему, я точно определился со своим делом в жизни, я просто не имею права этого теперь не делать, я это точно понял, так как я избавился от заикания, и я точно знаю, как это делается, и я не имею права не поделиться этим знанием со многими людьми. Спасибо. И вот в этой программе я тебе расскажу о том пошагово, что делать нужно, чего делать не нужно. Уже в следующем видео мы с тобой встретимся под этим видео, да, то есть можешь нажать кнопочку «Далее». И данный опыт именно уже повторяет очень большое количество людей. Есть ребята, которые, например, по 40 секунд не могли сказать слово, потом через пару месяцев легко, с удовольствием общаются, даже по ним и незаметно, что у них было заикание. Дальше я тебе более подробно об этом расскажу, как это делается. И самое важное, множество людей ко мне обращаются, пишут, и я у многих вижу несколько типичных ошибок. Скорее всего, они тоже у тебя есть, и мы о них будем дальше разговаривать. Если ты их продолжишь сделать, у тебя будет все так же, как и сейчас есть, или даже хуже. А я тебе расскажу в следующих видео о том, как тебе себя нужно перенастроить, свое мышление, свою психологию, свою речь, чтобы говорить нормально, ну, плюс-минус, похоже, как это сейчас делаю я. Ты тоже сможешь так же, если будешь следовать моим рекомендациям. Поэтому нажимай сейчас кнопочку «Далее», и мы уже с тобой будем разбираться в следующем видео, в принципе, какие есть способы, их плюсы, минусы, и какие из них выбрать лучше всего для тебя. Увидимся с тобой в следующем видео.